Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Елена. Я очень рада приветствовать вас на своем канале. Спасибо, что вы нашли время и заглянули ко мне в гости. Мне правда очень приятно. Сегодня мне бы хотелось с вами поговорить на тему ароматы на каждый день. То есть такие универсальные ароматы. Я для вас подготовила подборку топ-10 ароматов из своего пар в гардероба, которые я могу носить на встрече, на работу, в офис. В общем, это такие мои рабочие лошадки, скажем так. Если вам интересна данная тема, то оставайтесь со мной и давайте начнем. Итак, друзья мои, ароматы на каждый день, универсальные ароматы. Вы знаете, я хочу тут подметить немножко такой момент, что я в принципе все свои ароматы могу носить каждый день. Составляя сегодняшнюю подборку, я поняла, что да, у меня нет четких разграничений каких-то категорий моих парфюмов, но все-таки есть такие ароматы, которые не глядя я могу. Знаете, у меня тянется рука, если я куда-то собираюсь, особенно если это деловая встреча или это просто какие-то каждодневные дела бегом-бегом. Знаете, у меня тянется к ним рука, я могу их нанести и спокойно проживать с ними целый день. Есть все-таки ароматы, которые прежде чем наносить, я подумаю, куда я иду, зачем, с кем я встречаюсь и так далее. Так вот, сегодня речь пойдет именно об ароматах, таких, знаете, универсальных на все случаи жизни, повседневных. И первый аромат, с которого я хочу начать, это аромат от дома Булгари, Мон Жасмин Нуар, версия Le Excuse. Я всегда уточняю, что это за версия, потому что есть абсолютно одинаковый флакон, есть абсолютно такой же парфюм, только Мон Жасмин Нуар, он был чуть ранее, по-моему, на год выпущен. Так вот, этот аромат, Мон Жасмин Нуар, Le Excuse, этот парфюм 2012 года, это аромат про жасмин. Это, наверное, мой любимый жасмин в ароматах, я, в принципе, очень осторожно отношусь к этому цветку в парфюмерии. Так вот, здесь как раз-таки тот жасмин, который я люблю. Прекрасный, утонченный аромат, очень освежающий. Вы знаете, он напоминает запах чая жасмина, он пахнет вот этим чаем с жасмином, как будто бы в него кинули несколько кусочков кубиков льда. Стартует этот аромат нотами помела и грейпфрута. И здесь также заявлена нота миндаля. Миндаль здесь очень красивый, он ненавязчивый и не цианистый. Как будто легкая такая сладинка за счет этой ноты. И, конечно, этот аромат очень красиво раскрывается в базе. Здесь древесная подложка, мускус. Вроде бы такая незамысловатая пирамида, цветы, цитрусы. Но вы знаете, этот аромат очень дорого звучит. Наверное, здесь уместно будет это употребить. Он действительно непростой. Непростое звучание. И многие это отмечают. Кажется, во-первых, он держится достаточно долго, несмотря на то, что аромат свежий, аромат про чай, про жасмин. Но держится он долго. И на одежде. Я замечала, что особенно когда я ношу с кожаными вещами, долго-долго аромат остается на вещах. Здесь очень красиво обыграна нота жасмина. Я еще раз повторюсь, потому что я осторожно отношусь к этой ноте. Но здесь цветок очень свежий. Он как будто бы только-только распустился. Прекрасный аромат. Одно время я носила его прям каждый день. И не могла им надышаться. Я сегодня тоже нанесу его на себя. Прекрасный. Знаете, на волосах тоже очень долго держится. Мне очень нравится, как оформлен сам флакон. Согласитесь, достоин своего внимания. Вот эта вот крышечка с золотым обрамлением, надпись. Но у дома Булгари всегда очень все так добротно, со вкусом. И дно самого флакона. Посмотрите, здесь выбиты цветы. Скорее всего, это и есть жасмин. В общем, приятно пользоваться этим ароматом. Очень красиво смотрится на туалетном столике. Люблю. И аромат действительно, он не очень универсальный. Мне даже кажется, что он не может не понравиться. Напишите, кстати, кому не нравится этот аромат. Будет очень интересно почитать, есть ли такие в наших рядах или нет. Говоря об ароматах на каждый день, я не могу не упомянуть парфюм от Dior, Miss Dior Rose and Roses. Который у меня появился совсем недавно. Но вы обратите внимание, друзья мои, сколько я уже его сносила. Потому что действительно к этому аромату у меня тянется рука. Этот парфюм, мне кажется, абсолютно универсальный. Он понравится многим. Он понравится большинству, скорее всего. Но и в то же время, это не какой-то простецкий аромат, который, знаете, аромат ни о чем. Просто вот, который быстро испаряется или, в принципе, звучит бесхарактерно. Нет, этот аромат прекрасный. Первое, что у меня приходит на ум, это прекрасный парфюм, который стартует таким горьким бергамотом. Наверное, это нота герани, которая придает горчинку на старте. Цитрусовость есть здесь в этом аромате, такая свежающая цитрусовость. И в сердце аромат раскрывается прекрасной краской розой. В общем, это цветочный, конечно, аромат. Аромат мускусно-цветочный, аромат про розу. Но роза здесь, как я уже рассказывала ранее, есть, кстати, более подробный обзор с распаковкой. Роза здесь очень деликатная, она очень утонченная. Это женственный аромат, с которым комфортно каждый день. Он отлично вписывается в мою повседневную жизнь. Я его обожаю. И в то же время он придает, мне кажется, что вот он немножко с такой стервозинкой. То есть, не совсем простой аромат. Аромат прекрасно раскрывается сейчас в прохладную погоду. Обратите свое внимание, кто еще не знаком с этим ароматом. Мне кажется, он отлично подходит в этот топ-10 категорию ароматов на каждый день. Следующий аромат, о котором пойдет речь, это аромат от дома Шанель. Номер 19 Пудре. Один из любимейших парфюмов от Шанель. Когда-то этот аромат я носила каждый день. И я от него не уставала. Это действительно какое-то время был мой любимый парфюм. Мне в нем очень комфортно. Этот аромат про пудру. Но здесь важно заметить, я думаю, что многие знакомы с этим ароматом. Но я все-таки скажу, пудра здесь не сладкая. Да, здесь прекрасный ирис в сердце этого аромата. Он очень красиво раскрывается. Но звучит это все с травянистым таким аккордом. Древесно травянистым. Мне кажется, это из-за ноты Гальбанума на старте. Она очень яркая здесь. Зеленые ноты очень яркие. И красивая в базе. В базе он пудровый. Но пудра, повторюсь, она не сладкая. Она такая, знаете, немножко... Здесь есть ветивер, мускус в базе. И вот все это вместе звучит великолепно. Аромат на каждый день. Действительно, аромат, мне кажется, тоже не может не понравиться. Потому что в нем нет никаких выпирающих нот. Он настолько нежно. Такой нежный, такой, знаете, припудренный шлейф. Что прекрасный, прекрасный, прекрасный парфюм. Вот в этой категории таких пудрово-зеленых ароматов, мне кажется, это номер один и на все времена. Переходим к следующему аромату. И мне бы хотелось обратить ваше внимание на аромат от Guerlain. Mon Guerlain Sparkling Bouquet. Это аромат 21-го года. Я с ним познакомилась прошлой весной. Посмотрите, пожалуйста, как я его активно носила. Действительно, для меня это был такой глоток свежего воздуха. Я помню свои первые впечатления. Он меня впечатлил. Этот аромат меня впечатлил. И подарил мне, знаете, на какой-то определенный период просто столько положительных эмоций. Его вполне можно носить каждый день. Его, мне кажется, можно носить и в офисы, и на работу. И, в принципе, он никого не утомит. Потому что этот аромат про грушу. Да, он про грушу и про лаванду. Стартует он очень ярко. Он даже немножко пузырьково стартует. Знаете, такое ощущение, как будто бы наливают лимонадик, грушевый лимонадик в стаканчик. И помимо груши там слышатся и цитрусовые аккорды. И в сердце аромат раскрывается лавандой. Лавандой, пионом. Но вы знаете, здесь лаванда, она не такая нетомная. Она не яркая. Может быть, даже кто-то здесь ее и не заметит. Но нет. Потом, когда начинаешь носить аромат, мне тоже сначала, знаете, показалось, что этот аромат такой прям фруктово-грушевый и цветочный. Больше, наверное, пропион. Но нет. Все-таки здесь есть лаванда. Она очень такая утонченная. Она очень ненавязчиво звучит. И в базе здесь есть и мускус, и ваниль. Да, ваниль здесь тоже есть. Хотя, вот я повторюсь, когда только с ним познакомилась, мне показалось, что это просто такая освежающая водичка. Цитрусовая водичка. Очень яркая, приятная. Но все-таки здесь есть герленовская ваниль. Чуть-чуть, но она чувствуется в базе. Заслащивается, потому что аромат. Ну и, конечно, нота лаванда. Она тоже придает немножко такого оттенка. Ну вот как лаванда может придавать. Да, красивый аромат. Вы знаете, несмотря на то, что он не пользуется популярностью, о нем редко говорят. И, в принципе, я так поняла, что он немногих зацепил. Мне он нравится. Да, он не самый мой любимый из Монгерлен, но он классный. Он аромат абсолютно универсальный. Аромат на каждый день, вот за счет этой ноты пиона, он тоже очень современно звучит. И именно поэтому, друзья мои, он попадает в сегодняшнюю подборку, потому что это отличный компаньон на каждый день. Следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать, это аромат Удома Эрмес Келли Каляш версия Эуде Туилет. Для меня это очень важно. Я всегда уточняю, потому что Эуде Парфам, он более кожаный, и он лично на моей коже раскрывается некрасиво, такими немножко животными нотами. Я его носить не могу. Эуде Туилет совершенно для меня другой аромат. Я вам так коробочка этой... Я вам просто хотела показать, как внутри коробочка оформлена. Посмотрите, это редко так встретишь, да? Сам аромат тоже в очень красивом оформлении. Здесь у меня открыто почему-то было. Ну, в общем, вот так вот необычно он открывается. Сам флакон очень красивый. Ну и сам аромат тоже прекрасный. Это работа Жан-Клода Элина. Я люблю этого парфюмера. Мне очень нравятся многие его работы. И аромат очень утонченный, но, несмотря на это, он довольно-таки стойкий. Если я этот аромат нанесла с утра и пошла куда-то по делам, этот парфюм будет со мной в течение всего дня. И вы знаете, он вот так вот моментами... Он бывает пропадает, а потом раз, и опять такой необыкновенный шлейф. Аромат... Я хотела бы его сейчас нанести, но я уже нанесла аромат от Булгарии, поэтому я его так пшикну, чтобы... Мне просто очень нравится... Мне очень нравится этот запах. Он стартует цветочно-цитрусовыми нотами. Здесь заявлен нарцисс, грейпфрут, по-моему, на старте. Но этот аромат практически сразу на мне раскрывается такими пудровыми ирисовыми нотами. Здесь я слышу мимозу. Здесь, конечно, есть нота розы. И прекрасные аккорды, нежные аккорды. Я бы даже сказала, не кожи, а замша. Вот за счет того, что мне кажется, здесь есть мимозные нотки, он немножко даже звучит шуршаво так для меня. Красивый аромат. Красивый аромат. Он однозначно очень универсальный на каждый день. Здесь прекрасный ирис, прекрасная кожа, вот эти вот цветы и все это вместе. Аромат уже... Для меня это некая классика. Я очень люблю этот парфюм. И можно даже сказать, я его берегу. Хотя его вполне можно носить каждый день. И когда я начинаю его носить, я уже не могу остановиться. Знаете, у меня каждый день к нему тянется рука. Потом пропитываются вещи. Особенно он очень красиво звучит. Тоже вот с кожаными вещами, с кожаной курткой. Он очень долго... Вообще я этот аромат... Помню свое первое с ним знакомство. Он мне сразу же понравился. Вот это его утонченное звучание кожи. У меня до него не было знакомства. Я вообще в принципе не подходила к кожаным ароматам. Наоборот, даже все время от них как бы держалась подальше. И вот после этого аромата я по-другому посмотрела на именно кожаные аккорды в парфюмах. Стала более внимательно знакомиться. Потому что вот такая кожа, нежная. Даже я бы сказала, это, наверное, замша больше. Она мне очень нравится. Присмотритесь к этому аромату. Кто с ним не знаком, он просто великолепный парфюм. Следующий аромат, о котором пойдет речь. Я когда готовилась к этой подборке, он один из первых пришел мне на ум. Я сразу подумала, надо будет его включить. Несмотря на то, что у меня нет его сейчас в данный момент. И пользуется моя мама. Я подарила ей 20 мл. И все, никак не соберусь, не куплю. Хочу себе побольше формат. 50. Его точно можно использовать на каждый день. И мне кажется, этот парфюм, он и быстро используется. Потому что он настолько... Его хочется постоянно обновлять. Несмотря на то, что это аромат от Монталь. И он довольно-таки стойкий парфюм. Но просто, видимо, сочетание этих нот ирис, сандал и мускус звучит очень утонченно. Звучит ненавязчиво. Этот аромат не заполняет с собой все пространство. Но вот такой вот легкий-легкий шлейф. Я познакомилась с этим ароматом благодаря своей подруге. Я встретилась с ней, услышала от нее этот аромат. И подумала, что так пахнут ее волосы. Либо, ну знаете, как от волос бывает уходовое средство. Или шампунь какой-то. Запах очень приятный. И когда она мне сказала, что этот аромат от Монталь, я, правда, я очень удивилась. Потому что там нет фирменного мускуса. Там нет вот этой пластиковой розочки. Классный аромат. Мне он очень нравится. Его, конечно, он очень деликатный. Его можно абсолютно на каждый день. Он никого не напрягает, никого не испугает. Вот поэтому красивый аромат. Если вы не знакомы, то я прям рекомендую. Потому что на меня он действительно произвел впечатление в свое время. Следующий аромат, про который я вам тоже хочу рассказать. Он появился у меня не так давно. Но я действительно его ношу каждый день. У меня прям с ним был какой-то период, когда мне не хотелось больше никакой аромат. Это аромат от Ксержов, серия Касамарати, идеальный букет. Посмотрите, если вам будет видно, у меня уже половина флакона. Надо было брать больше. Тоже очень красивый флакон на просвет, такой яркого красного цвета. Прекрасный и флаконный аромат. Почему я его включила в эту подборку? Потому что я думала, что этот аромат будет для меня каким-то, знаете, праздничным для особого случая. Но вот, видимо, многие... Вот, кстати, я заметила, что вот эта линейка Касамарати, все ароматы такие очень деликатно звучат. Видимо, это еще итальянское происхождение дает о себе знать. Они все такие очень утонченные. И этот аромат не стал для меня каким-то таким ароматом, знаете, для какого-то особого случая. Хотя лира, вот я специально ее сюда поставила, лира от Касамарати, она больше для меня праздничная. Может быть, потому что я ее надевала на Новый год, не знаю. Ну, в общем, этот аромат, он какой-то, знаете, более создает впечатление такого праздничного настроения, какого-то особенного. А этот аромат, да, конечно, он очень тоже приятный, он сладковатый, но он настолько мягкий. И я вот, когда говорю про этот парфюм, мне не хочется смотреть на его пирамиду. Потому что здесь я очень ярко слышу вишню, она там не заявлена. И вишню, именно, знаете, такую конфитюрную вишню, вишню в компоте, мякоть, вот именно сливы или вишни, вот что-то такое. Да, он в базе ванильный, но эта ваниль настолько мягкая, вот фруктовая. Здесь помимо, здесь вообще заявлены мускатный орех и гвоздика, то есть это довольно-таки специевый аромат. И я слышу в нем эти специи, но они звучат для меня где-то на дальнем плане. И вот такое общее впечатление, что аромат про мякоть фруктовую. И вот чем больше я его ношу, тем больше на мне раскрывается эта вишневость в нем. Вишневость, слива, хотя здесь в базе и лабданум, и побы тонко, и ваниль, повторюсь. И казалось бы, что аромат должен быть таким, знаете, убойным, но нет. Он очень мягкий, но он мне так нравится, я его обожаю. И я не скажу, что он нестойкий. Поэтому, когда хочется разнообразить свои будни чем-то таким приятным, сладковатым, нежным, укутывающим, я бы вот рекомендовала этот аромат. Вполне может подойти на каждый день и отлично вписывается, во всяком случае, в мои будни точно. Следующий аромат, о котором я вам хочу рассказать, это аромат от Нарцисса, Нероли Амбре версия, так, чтобы не ошибиться, я прочитаю, Нероли Амбре версия Эду Туалет. Да, это такая прозрачная крышечка, это уже новая, по-моему. Я немножко в них запуталась, в этих кубиках. Новое издание, 21-го года. Аромат прекрасный. И флакон, посмотрите, какой у него нежный цвет, персиково-пудрово. Когда эти флакончики, кубики, я имею в виду, стоят в ряд, мне кажется, не хватает у меня только пудре и черного. А, еще черный, еще черного кубика не хватает, да. Ну, в общем, если в двух словах, этот аромат пахнет мне франжипани, цветком апельсина. И, знаете, такое кремовое звучание в нем. Да, здесь тоже заявлен мускус в средних нотах, но он здесь абсолютно не выпирает, и он никого не сможет испугать. В отличие от мускуса в белом кубике, да, тот я ношу очень аккуратно, очень осторожно, и, конечно, я не могу позволить им вот так вот с ног до головы облиться и пойти. А этот аромат вполне, я его еще не носила вот так вот, чтобы на улицу, ну, как я несколько раз, конечно, его надевала, но так, чтобы вот прям в течение недели, каждый день я его не носила. Но я его ношу часто дома. Я нет-нет, у меня рука так раз к нему потянется. И здесь очень хорошо слышен аккорд вот этого цветка франжипани. Кто хоть раз нюхал этот цветок, вы поймете меня. Как будто бы, знаете, такое пудрово-молочное звучание. Очень приятный аромат. Вот эти ноты, сочетание нот цветков франжипани, и все так это как бы закремивается. Очень приятно. Следующий аромат тоже от бренда Narcisse. Маск Нуар Фохио. Я много раз уже рассказывала про этот парфюм, но я не могла его не включить, потому что этот аромат очень универсальный. Вот этот аромат очень универсальный. Он, мне кажется, и для мужчин еще и для женщин подойдет сразу. Поэтому, знаете, аромат про сливу, аромат с такими легкими замшевыми нотами. Здесь тоже заявлен мускус. Посмотрите, сколько я вот все переживала, что не буду его носить. Теперь у меня этот аромат уже, мне кажется, можно и побольше было флакон купить. Прекрасный. Он прекрасный. Здесь красиво действительно раскрывается слива. Такая мякоть даже, я бы сказала, сливы. Прекрасно он звучит в базе, когда доходит до своей замши. На мне он очень быстро доходит до замши. Но я не скажу, что я здесь слышу какие-то яркие кожаные ноты. Но вот замшу, скорее всего, такой, знаете, слегка шероховатую, слегка шершавую сливу, что ли, или как будто бы это мякоть, и вот шкурка этой сливы. Все это для меня здесь сплетено в такой общий, приятный аккорд, что даже не хочется разбивать как-то по нотам этот парфюм. Да, действительно, он настоялся. Многие мне писали, что подождите, не делайте поспешных выводов, когда я его только получила. Мне показалось, что этот аромат ни о чем. Вообще, что я его еле слышу, и никакой замши там нет, и сливы я вообще в помине не слышу. Но сейчас фруктовость, вот я замечаю, что чем больше настаивается этот аромат, тем больше в ней фруктовости. И вот именно такого сливового, ну, как мякоть фруктовая, наверное, да, там, может быть, слива у нее нет такого прям яркого запаха. Ну, вот как будто бы вот мякоть фруктовая. Ну, мне кажется, что это слива, повторюсь. Отличный аромат. Присмотритесь, кто еще с ним не знаком. Очень универсальный, на мой взгляд. Последний аромат из сегодняшней подборки – это аромат Эсцентрик Молекула номер 5. Я вам рассказывала, конечно, уже об этом парфюме. У меня была с вами распаковка, и мне он очень понравился, этот аромат. И я не скрываю своего восторга. Хотя, вы знаете, иногда в комментариях проскакивают вот прям такие неоднозначные отзывы про этот парфюм. Многим он не нравится, многие прям фукают от него. У него очень богатая пирамида. Чего там только нет. Там и можжевельник, и инжир, и лавр, и листья инжира. В общем, насыщенная очень пирамида. Но даже кипарис, по-моему, чем он пахнет, да, я, наверное, его вот так пшикну. Ой, это прекрасно. Вообще аромат, не знаю, для меня это какой-то вот прям волшебный такой зелик. Это травянистое, травянистое очень звучание. Я уже говорила вам о том, что на мне молекулы очень быстро с меня, вернее, слетают, очень мало держатся на моей коже. Но вот этот аромат, он великолепный. У него и стойкость великолепная, и шлейф. И я просто им наслаждаюсь еще и на следующий день, слышу его от вещей. Для меня он про травы. Про травы, и у меня такое ощущение, что я в нем слышу, очень хорошо слышу в нем ноту розмарина. Но это сочетается со всеми другими нотами данного парфюма. Здесь и пудровость очень красивая. Здесь и ноты бергамота. Дочке моей пахнет чаем с бергамотом. Вот она не углубляется в ноты этого аромата. Когда я ей дала послушать, она говорит, пахнет чаем с бергамотом. Но все вместе. Вот, видимо, ноты амбраксана, и здесь еще в базе кашмиран. И, в общем, все это вместе, это великолепная композиция. Те, кто не знаком с этим парфюмом, я рекомендую вам познакомиться. Если, тем более, вы любите молекулы, мне кажется, вам должен понравиться этот аромат. Я еще одну себе молекулу приглядела. Это вторая молекула, тоже эсцентрик, по-моему. Я вот в них путаюсь, кстати. Я даже как-то в одном из видео картинки перепутала. Потому что, ну, не судите меня строго, я только начала свое знакомство с молекулами. И иногда меня путают вот эсцентрик и молекулы. Но это точно эсцентрик, это точно пятая. И вторую молекулу я тоже, по-моему, это эсцентрик. Но они просто на мне дольше держатся. Вот, мне кажется, версия эсцентрик. Вот, в общем, этот абсолютный аромат на каждый день 100%, как и для мужчин, и для женщин, это универсальный. Мне кажется, никто со мной здесь не поспорит. Ну что, друзья мои, на сегодня это все. Это были топ-10 универсальных ароматов. Ароматов на каждый день. Я надеюсь, что вам понравилась эта подборка. Давайте встретимся в комментариях и обсудим. Напишите о своих каждодневных ароматах. Будет очень интересно почитать. Не забывайте подписываться на канал и нажимать колокольчик, для того, чтобы не пропустить следующее видео. Ну, а я вам, как всегда, желаю всего только самого доброго. И до новых встреч. Мы скоро увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok